МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У эфиры новины Витебской области у студии Вольха Шмаргун. Витаю вас! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Больш за 100 гимнастов з усіх областей країны у Витебску стартовала республиканская спартакияда спортивных дитячо-юнацких школ по скачках на батуте. Гастрономичная деликатесы, текстильные вырыбы и высокотехнологичная вытворчая рашэння. Зваждясятка предприемства у Витебщины представили свою продукцию на шостой китайской международной выставе импорта у Шанхаи. У ее рамках был подписан шерох погоднений о супрацовнецтве. У тем лику меморандум по створенні парка индустрии Беларуси у КНР и парка индустрии Китая у Витебску. Як на выставе был представлен экспортный потенциал Витебщины? И каким чином поуночный регион буде развивать китайский вектор супрацовнецтва? По дробязности у эксклюзивным интервью с кировником Витебской области Александром Суботиным. Александр Михайлович, здравствуйте. Чем удивило посетителей выставки импорта в Шанхае и Витебская область? Вы знаете, наверное, сложно китайских коллег чем-то удивить, но я думаю, мы привезли достаточно большое количество наших предприятий, тех идей, которые развивают в этих предприятиях, варианты продукции, которые они выпускают. Особенно была востребована наша пищевая продукция, но и остальное, конечно же, теплое общение и возможные перспективы вызвали неподдельный интерес у наших китайских коллег. Каковы были ваши ожидания от участия в форуме и оправдались ли они? Ожидания были самые, наверное, большие. Это познакомиться, подписать несколько контрактов, прямых контрактов по возможности, и лишний раз заявить о себе, что мы можем поставить в Китайскую Народную Республику. Отрадно заметить, что вот именно эта выставка, она поспособствовала тому, что за рамки коммерческих отношений переходят все отношения, и очень много интересных проектов намечается в сфере науки, в сфере образования и в сфере культурного сотрудничества. Какие товары Витебская область экспортирует в Китай сегодня, и каковы суммы товарооборота? У нас около 25 предприятий торгуют с Китайской Народной Республикой. Это за последние 5 лет экспорт у нас вырос в 5 раз. Вот даже за последние 8 месяцев текущего года, по сравнению с прошлым годом, мы почти в полтора раза приросли. Традиционно это продукты питания, различные товары, которые востребованы в Китайской Народной Республике, которые мы выводим уже из разряда сырьевых товаров. Это уже не только сухое молоко, сухое обезжиренное молоко, не только масло большими коробами, не только ткань из льна, но это уже конечные продукты. Это одежда, это кабели, это композитные какие-то материалы, это уже пищевые продукты, которые фасуются в мелкую упаковку, востребованную потребителем в Китайской Народной Республике. Какие совместные проекты с китайскими партнерами уже реализуются и что находится в проработке? Мы только начинаем развивать активные вот эти отношения. У нас большое количество инвесторов приезжают к нам, у нас большой интерес наших производителей. Там они периодически выезжают для переговоров именно в Китайскую Народную Республику. Наверное, один из ведущих – это создание парка «Индустрия Беларуси». мы как участники будем в этом парке присутствовать. Это город Циндауа, провинция Шандунь. Мы подписали меморандум по сотрудничеству с компанией, которая этот парк создала. И именно это будет одна из ведущих площадок, откуда мы наши белорусские и витебские товары будем распространять. Я думаю, это точка роста в Китайской Народной Республике, нашего экспорта, который мы максимально хотим задействовать. И не только в продаже товаров, но где-то и наши какие-то кулинарные изыски там производить и оказывать услуги по питанию. Помимо экономических связей, какие еще направления сотрудничества развиваются с Китаем? Помимо экономических, мы делаем ставку традиционно на, конечно, образовательный сегмент, на научный сегмент и на общение именно в культурной сфере. Понимая, что тем самым мы закладываем прочный фундамент под какие-то будущие наши успешные экономические проекты. И если еще, может, года два назад мы проявляли активность только в сфере студенческого образования, вузовского образования и только подступались к каким-то совместным научным разработкам, исследованиям, то сейчас мы более активно идем уже не только в университеты, но и в школы, в дошкольное образование. Мы прорабатываем возможность осуществления каких-то проектов по биотехнологическому направлению, в IT-сфере. В чем вам видятся точки роста в сотрудничестве с Китаем? Каковы перспективы? Перспективы огромные вследствие того, что рынок очень большой в Китае. Рынок большой и для нас, для нашей экономики, я думаю, он даже чересчур большой. Поэтому весь произведенный нами товар может с успехом реализовываться нами, в Китайской народной республике. Мы над этим тоже работаем, чтобы более эффективно это все использовать. Мы переходим уже на следующий уровень. Это обмен технологиями, помощь в доработке технологий, помощь в каких-то исследованиях, помощь в разработке новых видов продукции. То есть мы идем чуть дальше продажи, а идем уже именно в плоскость привлечения инвесторов к нам, вкладывания каких-то своих средств на китайские территории, новые технологии и новые подходы вообще к ведению любой коммерческой деятельности. Вот я думаю, это отрадно заметить. И это основная точка роста, которая опять же само собой приведет и к росту выручки от экспорта и всего остального. Плотное сотрудничество в сфере образования, в сфере культуры, в сфере туризма. Мы изучаем ментальности китайского туриста и определяем, что им более интересно и какие подходы будут им более комфортны, когда они приедут отдохнуть или оздоровиться в нашу страну. И под это уже чуть-чуть меняем наши дома отдыха, наши базы отдыха, нашу туристическую инфраструктуру. То есть это тоже огромный такой кластер, который мы пока еще, можно сказать, вообще не задействовали. Но это вызывает неподдельный интерес у китайских наших коллег. И я думаю, это тоже одна из перспективных точек роста, особенно на территории Витебской области. Подтримка одоранных, молодых и талиновитых. У Витебского аурочистой обстановцы у знагородзели лепших наученцев установ аддукации у сферы культуры. Церемония пройшла у детячей школы мастатства имя Багатырова. Прэмии областного совета депутатов за творчое досягнение отрымали 16 юных музыков, вокалистов и мастаков зусею Витебской области. Это ученцы детячих школ мастатства и средних специальных научных установ культуры пауночного региона. Заслуженные узнагороды творчые молодцы уручил Владимир Тярентьев. Керауник депутатского корпуса Витебщины отзначил, что подтримка талиновитых молодцы с боку державы з'является постоянной и накеравана на выявление новых талентов и их развитие. Такую премию мне присваивают первый раз. Конечно же, это очень важно, это очень приятно. Я очень рада быть сегодня здесь. Я пою, я участница и лауреат республиканских и международных конкурсов. Я занимаюсь джазовой музыкой, также эстрадным вокалом, учусь на специальности хоровое дирижирование. Это уже 10-я юбилейная премия. Порядка 90 молодых людей и девушек, которые обучаются в школах искусств, получили эту премию. 54 тех, кто учится в наших сегодня среднеспециальных учебных заведениях культуры и искусства. Будем и дальше оказывать содействие, безусловно, не только данными премиями, но и смотреть, чтобы у нас полностью было комплектовано наши учебные заведения, не оказывать содействие в их развитии, потому что, ну, это основная задача государства. Помогать талантливой молодежи, главное, и сегодня помочь. Если поможем тем, кто сегодня талантлив, я думаю, что они свой талант дальше уже, когда станут взрослыми, смогут развить сами. Сирот узнагородженных, переможцы международных, республиканских и областных творчих конкурсов и олимпиад. Материальная поддержка тех, кто своими досягнениями прославляет Пауношный регион, добрая мотивация как для наученцев, так и для их педагогов. Формирование грамадзянской культуры наученцев обмерковали в Витебску. Навуково-практичная конференция собрала педагогов и навуковцев с Беларуси, России и Узбекистана. Говорили про актуальные пытания грамадзянско-патриотичного выхования подрастающего поколения. На открытии конференции презентовали в учебный допоможник «Геноцид беларусского народа в годы Великой Чинной войны». Проект реализовало выдавецство «Адукация и выхование» по заказе Министерства аддукации и Генеральной прокуратуры Республики Беларусь. Выдание различено на школьников розных взрослых, початковых, средних и старейших классов. А кроме фото с дымков, у им оповед «Дятей войны» про жудостные падеи часов оккупации. В книгах представлены такие разделы, как «Дети говорят о войне», где по воспоминаниям нынешних уже взрослых, пожилых людей, тогда еще детей, представлены те события, ужасные события Великой Отечественной войны, которые очень четко и без всяких приокрас передают ту ужасную картину геноцида беларусского народа в годы Великой Отечественной войны. Фотографии, которые представлены в данных учебных пособиях, они проходили психологическую экспертизу, потому что мы прекрасно понимаем, что возраст 7-10 лет – это очень восприимчивый. Конференция будет способствовать обмену опытом по гражданскому патриотическому воспитанию молодежи, консолидации социального, культурного, воспитательного потенциала регионов и стран в соответствии с целями плодоторного сотрудничества, бережного использования исторического опыта и достижений прошлого, а также выработки новых способов и технологий, необходимых для успешной социализации подрастающего поколения. У рамках конференции працавали диалоговые и методичные пляцовки. Удельники обмерковали сучасные сродки и технологии грамадзянского и патриотичного выхования школьников, познайомилися с инновационными подыходами и новыми аддукационными практиками, а так само обменялися в опытом. Новученко-Полоцкой гимназии номер 2 Софья Алексеенко стала абсолютным переможцем Олимпиадой сярод школьников Союзной Державы «Россия и Беларусь. Гисторичная и духовная агульность». В заключном этапе интеллектуального споборництва по русской мове и литературе приняли удел представники усих областей Беларуси, лицея БДУ, а так само навучальных установ Российской Федерации. Усяго 165 удельников. Переможцей у агульнокомандным залику другий год за пар стала команда Витебской области. Наученцы набрали максимальную колькость баллов. С ребятами работали преподаватели высших учебных заведений по подготовке уже к заключительному этапу, когда были отобраны шесть учащихся. Ну вот и так слаженно мы сработали и вновь привезли в Витебскую область первое общекомандное место. И также хотелось бы отметить, что учащаяся в Полоцкой государственной гимназии номер 2 Алексеенко Софья в этом году стала абсолютным победителем Олимпиады школьников Союзного государства. Набрала наибольший балл по результатам выполнения двух туров Олимпиады. Ее балл был 89 из 100 возможных. То есть, ну это очень высоко. Все лето Олимпиада школьников Союзной державы Россия и Беларусь историчная и духовная агульность проходила в Бресте. В наступном годе интеллектуальный турнир по русской мове и литературы пройдет в АУФе Республики Башкортостан Российской Федерации. Альтернативный способ поступить в ВНУ. Региональные высшейшие научальные установы объявляют уластные Олимпиады для 11-ти классников. Пераможцы, владельники дипломов 1-й, 2-й и 3-й ступени заключных этапов университетских предметных Олимпиад отримливают право быть заличенными на бюджетные месяцы. Такая практика у першиню применялася летость. У Пауношном регионе Олимпиады проводили Полоцкие и Витебские державные университеты, Витебские державные технологичные и медицинские университеты. Все лето абитуриенты знову отримливают додатковый шанец на поступление. До прикладу Витебский державный медицинский университет пропануя 11-ти классникам принять удел у Олимпиадах по биологии и химии. Победители, которые получат диплом 1-й степени, претендуют на зачисление на лечебные, фармацевтические, стоматологические, педиатрические факультеты на выбор. Те ребята, которые получат диплом 2-й или 3-й степени, на педиатрические или лечебные факультеты. Победители, которые получат диплом 1-й степени по учебному предмету химия, пользуются правом зачисления на фармацевтический, лечебный или педиатрический факультет на выбор. Которые получат диплом 2-й и 3-й степени на фармацевтические или педиатрические факультеты. Университетские олимпиады – это очень хороший опыт для абитуриентов поступить в университет. В том году, по итогам университетских олимпиад, у нас были зачислены 43 абитуриента, которые сейчас являются уже нашими студентами. Регистрация на олимпиады стартует у листопаде. Испыты пройдут у два этапы. Школьники-пераможцы университетских олимпиад отремливают право на залечение во университеты у первую чергу. Залечить без уступных испытов могут до 15% абитуриентов от контрольных личбоприемов. Подребязную информацию про умовы проведения олимпиад в НУ размещают на своих офицейных сайтах. Сердце старожидного Витебска – областный краязнавчий музей селета святкуя 105 годзе. 12 листопада 1918 года – его офицейный день народжения. Але, по словах специалистов, история установы пачынается значно раней. Витебский областный краязнавчий музей – не только один з найстарожиднейших у Беларуси. У его фонда сховещах коля 290 тысяч предметов. Большь только у Национальным гисторичным музея краины. Минулая сучасность и будущее Краязнавчого музея Витебщины – у репортаже Мария Дзекан. Фаянс, фарфор, шкло и бронза – минулая, что застыла у розных в образах и текстурах. Так выглядают первые экспонаты областного краязнавчого музея. С этих предметов больше за сотню годов тому пачинала формироваться его коллекция. Ее основой стал сбор вядомого витебского коллекционера Антона Брадовского. Подставка, которая называется «Времена года». У нас в музее более ста лет. Раньше этот предмет входил в коллекцию Антона Рафаиловича Брадовского, известного витебского коллекционера, который впоследствии был директором нашего музея. Это майсонский фарфор середины XIX века, тогда, когда этот завод обратился опять к Рокако и выпускал такие очень интересные, очень красивые комплекты. Подмурок сучасной коллекции заклали еще в 1868 году. Тогда в городе над звиной з'явился музей Губернского статистического комитета. Дякуючи намаганням витебских энтузиастов, краязнавчая инициатива знайшла про тяг. С середины 80-х годов XIX века музей Вацлава Петровича Федоровича, это был частный музей, но известный, богатый. Следующий – это 1893 год, когда принято решение о создании церковного древлехранилища. Тоже музей формировался за счет предметов, уже вышедших из церковного употребления, это и старые иконы, и церковная утварь. И, наконец, 1909 год формируется музей Витебской ученой архивной комиссии. Надо сказать, что впоследствии все эти собрания, они уже в 1924 году вошли в состав Витебского отделения Белорусского государственного музея, тогда музей назывался так. Офицейно свою летопись краязнавчим музеем в Одессе 1918 года, не меньше знаковым стал и 1924. С переездом у будына кратуши поширилися и площади, и махчимости. Зараз у склада установы некальки филиялов – музей сядибы Илья Репина-Здравнева, Мастацкий и музей истории приватного коллекционования. А кроме того, ведется работа по створению нового филияла, и это далеко не одиночное достигнение за последние годы. У нас появились аудиогиды, у нас появилось две долговременные экспозиции про фото и ратуши «Центр города». Появились на ратуши часы с музыкой. Об этом уже привык весь город и считается, что они уже давно. У нас сегодня мы запустили «Витебский трамвай». Это передвижная экспозиция. У нас сегодня получено новое здание дворец губернатора, который, мы надеемся, скоро станет еще одним филиалом нашего музея. У залах основного будынка разместится экспозиция «Витебск-губернский». Крылы палаца будут выкаристовываться галереи. У перспективе помник архитектуры 18-го стагодзя станет не только туристичной жамчужиной Витебска, а ле и пляцовкой для проведения атмосферных урочистых мероприемствов. Мария Дзекан Станислав Дудзин, Новины, Витебск. Форма, колер, рытом. Выстава вядомого Витебского мастака Олега Сковородки открылась у городина Дзвиной. Экспозиция юбилейная, промеркована до 75-ти годзя, маэстро Пэнзля. У мастацкем музее представлены коля паусотни работ розных перейда у творчасти живописца. Натюрморты, портреты и сюжетно-тематычные картины. Творы Олега Сковородки легка познать навод без аутарского подпису. У его неполторной манеры письма сполучаются романтичная поэтыка, величная монументальность и эмоцийная выразность. Живопис Олега Сковородки уявляет с собой свой особливый синтез напрацовок розных мастацких школ от классики и авангарду до модерну и импрессионизму. Квинтэсценция яго творчасти – это любовь до близких людей и родных окраю. Искусство для меня – это все. Я очень много лет отдал живописи. Я долго вначале искал свой путь. Я тоже был после окончания худрофороалистом, естественно. Писал и много работал с натурой, делал реалистические работы. Я увлекался больше пейзажем, натюрмортом на пленере, потому что там… Но потом я посмотрел, у нас же самые красивые девушки в мире, оказывается. Именно белорусские. Поэтому я эту серию посвящаю в основном нашим девушкам и женщинам. И с оправдой, и он спиняя ледачев, и он заставляя задуматься, отказать на пытаниях, кто мы такие, что такое сегодня Беларусь. Это сучастные колеры, сучастная форма, сучастный рух мастацких. Потому что я очень благодарен этому мастаку, что у нас на Витебщине, на Лепельщине есть такие мастаки, в связи мастаков, потому что он сегодня пуджает, наткняет, примушает рухаться на перо. Олег Сковородка народился на Лепельщине, скончил мастацко-графичный факультет Витебского педагогичного института. Зараз его работы экспонуются в музеях Витебска, Минска и инших городов Беларуси. Творчасть витебского живописца высока ценят из-за мяжой. Картины Олега Сковородки находятся в галереях и приватных сборах коллекционеров у Франции, Голландии, Англии, Турции, Индии, Германии и России. Протягиваем выпуск «Побудовать и реконструировать». 12 очищальных сбудований уплануют у Витебской области до 2025 года. Сгодно с подпрограммой «Чистая вода» державной программы «Комфортное жилье» и «Спрыяльное осяродье» новые объекты з'явятся у Брасловским, Витебским, Глыботским, Полоцким и Мейорским районах, а так само у Витебску и Орши. Летость после модернизации были уведены устрой очищальное сбудование у населенном пункте Фарыного Полоцкого района и первая черга такого объекта у Витебску. Все лета ведется реконструкция еще четырех сбудований. Уже введены три объекта в эксплуатацию. Это переброска сточных вод в городском поселке Копость на очистные сооружения Орша, реконструкция очистных сооружений в населенном пункте Жирносеки Полоцкого района и еще один объект – это переброс стоков Межева на очистные сооружения Юрцево-Оршанского района. До конца текущего года будет введен в эксплуатацию объект модернизации очистных сооружений в городе Орша, который также финансировался ранее за счет международных финансовых организаций в рамках программы по водному сектору «Второй этап». На 2025 год запланировано строительство и реконструкция четырех очистных сооружений. Прежде всего, это в населенном пункте Вороны Витебского района. Здесь поблизости будет реализовано мероприятие «Красное утро» Чашинского района, переброс стоков поселка Октябрьский на очистные сооружения города Витебска, что позволит нам вывести из эксплуатации неэффективно действующие очистные сооружения в поселке Октябрьском. И будет также начато строительство очистных сооружений в городе Меры и реконструкция очистных сооружений в городе Браславе. Протягивается реконструкция другой чарги очищальных сбудований у Витебска. Объект намерен издать у 2026-м. До речи усяго для очистки стековых вод у Витебской области задейничаны амаль 400 сбудованняв. Больше за 100 з них працуют с применением штучной биологичной очистки. Витебское объединение «Лотос» в ближайший час планует закупить новое обсталявание для очистки диванов, химичной чистки выработки и мытья биолизны. Это даст махчимость повысить якость послуг, скоротить час выканания работ и задоволись потребы кожного клиента. Сегодня предприемство оказывает послуги жахарам областного центра, а так само буйным организациям оховы здоровья, установам адукации и воинским частям. У Витебску працуют 8 приемных пунктов объединения. Летос открылся еще один в Новолукомле. Выездное обслуговывание и прием заказов забеспечиваются так само у Чашниках и Бешанковичах. «Если за прошлый год было вложено порядка 112 тысяч рублей на приобретение именно основных машин наших, то за прошедший период это уже порядка 120 тысяч и по концу года это порядка 160 тысяч. На следующий год мы собираемся закупать подвижной состав автомобилей для того, чтобы оказывать больше услуг с выездом на дом работникам, то есть, как говорится, приблизить оказание услуг каждому нашему клиенту. Модернизировали наш сайт, работа в Инстаграме для того, чтобы можно было заказывать онлайн-услуги, опять-таки, для этой же цели». Больше за 50 годов Лотос, оказывая послуги насильниству и организациям Витебской области, по химичной чистке выработал дивану мыть с биолизны. За этот час объединение 14 разов заносили на республиканскую дошку гонору. Предприемство постоянно развивается. Это течется как вытворчего процесса, так и мастерства специалистов. Тут уважливо сочать за новинками на рынку обсталяванья и удоскональваюць технологичные процессы. До инших тем, на рыбачу на криминальную справу. Следчая устанавливаюць обставины незаконны рыбалки на возеры Бярэшча у Лепельским районе. 40-гадовага рыбака на платным водаёме сустрелі инспекторы Бярэзенского биосферного заповедника. Проверка документа упаказала, дазволу на лоулю рыбы у мужчины не было. Про гэтым информация про то, что на возеры организованное платное аматорское рыболовство было размешчено на стендах на березе водаёма. Следственно-оперативной группой проведён осмотр места происшествия. Установлено, что на берегу водаёма расположен стенд с информацией о платной рыбной ловле на озере. Зная необходимости получить разрешение, мужчина незаконно добыл 118 особей рыбы. А ущерб, причинённый окружающей среде, составил почти 4400 рублей. Следователи допросили подозреваемого и свидетелей. Назначили их теологическую экспертизу. У относенных Жихара Лепеля узбуджена криминальная справа за незаконную сдобычу рыбы. На приконце выпуску кольки слов об спорте. А пошний старт офицейного сезона. У Витебска стартовала республиканская спартакияда спортивных детячо-юнацких школ по скачках на батуте. У спаборництвах принимают удел больше за 100 гимнастов из всех областей Беларуси и города Минска. Своё майстерство демонструют юниоры и юниорки. Юнаки и девчинки 2008 года народжения и молодей. Сталки на турниры высокие. Зараз идя комплектование сборных команд Краины на наступный год. Кандидаты повинны продемонстровать свой максимум. Соревания – это, прежде всего, для просмотра резерва национальной сборной команды. Заканчивается год, комплектуются новые списки сборных команд. И, конечно, это очень важный старт для тех, кто готовится попадать в резерв сборной команды, в стажерский состав. Поэтому более 100 участников у нас на этих соревнованиях. На этих соревнованиях я не очень выступил. Просто волновался. Вот на тех славянские игры были. Выступил лучше всего. Хороший результат показал. Первое место занял. Форма неплохая. Республиканская спартакеяда дитячо-юнацких спортивных школ по скачках на батуте будет ладиться на протягу трех ден. Спортсмены разыграют медали у индивидуальных и синхронных скачках, а так само у командных выступлениях. Першами доведаться про важные и цикавые подеи с життя региона. Убачить, где сегодня працуют наши корреспонденты. Поглядеть новины яща до выхода у эфир. Усё гэта реально. Телеграм-канал Беларусь4 Витебск. Подписывайтесь, а кап не пропустить самое цикавое. На гэтым выпуск новин завершен. Я с вами развитвуюся. Убачимся у эфиры. Синоптики поведомляют, что в ближайшие сутки в области будет облачно с прояснениями. Первоважно, без опадки. Ветер паудневый 4,9, порывы до 12 метров за секунду. Температура по ветру ночью 0,5, днем 6,10. У Витебску в облачно с прояснениями безыстотных опадку. Ветер паудневый 4,9, днем порывы до 12 метров за секунду. Температура по ветру ночью плюс 2, плюс 4, днем плюс 6, плюс 8. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры создавал DimaTorzok